МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Все идет по плану. О нюансах предстоящей выборной кампании рассказал журналистам представитель ЦИКа Павел Андреев. Танцующие журавли песочные. В Рязани появился новый арт-объект. Воспоминания о Елеонской горе. Сегодня православные отмечают Вознесение. Принято важное политическое решение, что выборы должны состояться в формате общего голосования. Задача избирательной системы – организовать это голосование прозрачно, эффективно и честно. Об этом сегодня журналистам заявил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев. В Рязанском избиркоме он рассказал о нюансах предстоящей кампании. 11 сентября в единый день голосования пройдут прямые выборы глав 13 регионов страны. Рязанская область, естественно, в списке. Предстоящим выборам и было посвящено заседание избирательной комиссии. Кстати, солидным 15-летним бэкграундом. На повестке дня главные вопросы о проведении совещаний с представителями региональных отделений. Вопросов и изменений много. Нужно внятно рассказать всем. Опять же, наш регион – один из крупнейших в стране по предстоящему голосованию. В Рязанской области губернатора будут выбирать в 71-м муниципальном образовании. Как раз обсудить вопросы и особенности выдвижения и регистрации кандидата на должность губернатора Рязанской области. Проговорить вопросы, связанные с наличием специального программного изделия. Это подготовка к сведению к кандидатам и полномочных представителях и доверенных лицах. Проговорить вопросы, связанные с формированием избирательных фондов и расходованием их. И обсудить вопросы, связанные с предвыборной агитацией. Здесь тоже есть небольшие изменения. Не менее интересный вопрос – как будут голосовать. В прошлом году, в 2021-м, в стране был эксперимент «Дистанционное голосование». Прошел он в семи субъектах. А это ни много ни мало – около двух с половиной миллионов избирателей. Павел Андреев ответил, будут ли повторять эксперимент. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия примет решение о том, какие регионы будут использовать этот эксперимент в рамках единого дня голосования в 2022 году. Говорить о том, войдет в это число Рязанская область или нет, я пока не готов. Семинары совещания по вопросам изменения в законодательстве, нюансах и обучении пройдут с представителями избирательных комиссий всего региона. Павел Андреев поделился опытом, какие основные вопросы возникают и как их решить. В успехе идеологической работы с региональными комиссиями госслужащий не сомневается. Говорит, Рязанский ЦИК давно зарекомендовал себя как сплоченный коллектив, где люди мотивированы исполнять свою работу. Притом даже хорошо, что в комиссии много молодых лиц. Как раз встреча со студентами у Андреева запланирована сразу после заседания. С одной стороны, работа с правовой культурой, просвещением, повышением правовой культуры населения, граждан наших, привлечение, разъяснение и привлечение молодых избирателей на участки. Потому что важно понимать, что из себя представляют выборы, кто те люди, которые их организуют, какие у избирателя или у потенциального кандидата есть права и обязанности в рамках избирательного права, избирательного процесса. Другое важное направление – кадровая политика. Практика показывает, что молодежь выборами интересуется все больше и уже практически настаивает на своем участии в политической жизни страны. Поэтому важные вопросы повестки дня закрепили. Даты встречи с региональными избирательными комиссиями назначены. Хочется, пользуясь случаем, заодно призвать и участников политической борьбы, политические силы партии, кандидаты, чтобы они также исходили из принципа честной игры и в соответствии с требованиями законодательства устраивали свои компании. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. В Рязани оперативники уголовного розыска задержали четверых взломщиков магазинов в московском районе. Молодчики действовали нагло, иногда просто разбивая входную дверь. Взяли их прямо перед очередным налетом. На ваших экранах видео с камер наблюдения нескольких магазинов московского района Рязани. Воришки идут в наглую, никого не стесняясь, а потом вламываются в магазин и судорожно хватает, что видят, включая алкоголь. А еще проверяют все кассы и ящики в офисных столах. Но бегали ребята недолго. Сколько магазинов взломали? Пять. Я пять. Сколько по времени находитесь на территории города Рязани? В районе полутора недели. За что задержаны сотрудниками полиции? За кражи магазинов. Сколько краж совершили? В каких районах? В нашем. Вот это октябрьский, как он называется, трендер, и нас задержали. Я не ориентируюсь. С кем вы были? С Яриком. То, что задержанные не знают района, в котором, что называется, бомбили магазины, вовсе не случайно. Оба парня приезжие из Московской области. Здесь им помогали еще двое, включая 24-летнего рязанца, ранее неоднократно судимого. В полицию поступило сообщение о краже из магазина на улице Октябрьской областного центра. Неизвестные ночи взломали входную дверь и похитили из кассы 33 тысячи рублей. С этого дня сообщения о похожих кражах из магазинов Московского района Рязани стали поступать регулярно. Злоумышленники выбирали небольшие торговые заведения, похищали только выручку из кассы. Оперативники уголовного розыска проанализировали расположение пострадавших магазинов и предположили маршруты передвижений злоумышленников. Исходя из сведений, были выставлены скрытые группы наблюдения. Засада сработала. Людей внешне похожих под описание идентифицировали в поселке Приокский. Там же и задержали. Следствие выяснило, на что тратил украденные деньги криминальный квартет. Все оказалось банально. 24-летний рязанец, который год назад освободился из мест лишения свободы, выезжал на заработки на стройке в Московскую область. На очередном объекте он познакомился с компанией из троих местных жителей. Одному из них 25 лет, а остальным по 17 лет. Житель Рязани пригласил их к себе домой, поселил и предложил заняться взломом магазинов. Он подбирал торговые точки, а гости совершали кражи. Деньги делили и тратили на синтертические наркотики. По версии следствия, за пять дней злоумышленники совершили кражи из восьми магазинов. Общая сумма похищенного – более 130 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража». По которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Когда власти не могут или не хотят решать проблемы с дорогами на местах, а также игнорируют жалобы жителей, подключается прокуратура. Так и произошло в Старожиловском районе Рязанской области. Уж не знаю, чего здесь больше – халатности или некомпетентности, но надзорное ведомство свою позицию высказало. Так выглядит дорога, а вернее, ее полное отсутствие на подъезде к жилым домам в Старожилово. По сути, это просто направление. Многочисленные жалобы местных оставались без ответа, пока к делу не подключилась прокуратура. В администрацию Старожиловского муниципального района от жителей улицы Садовая рабочего поселка Старожилово неоднократно поступали обращения по вопросу строительства автомобильной дороги. Поскольку состояние грунтовой дороги делает затруднительный проезд личного автотранспорта граждан, а также не позволяет обеспечить проезд транспортных средств и экстренных служб к жилому сектору. Ранее прокуратура района в адрес главы администрации района по данному факту было внесено представление. Однако до настоящего времени проектно-смертная документация на строительство данной автомобильной дороги не утверждена и не разработана. Администрация района никаких мер по подготовке проектной документации не предприняла. Следовательно, строительство автодороги в срок, предусмотренный программой дорожного хозяйства, невозможно. Прокуратура района направила в Старожиловский районный суд административное исковое заявление с требованием устранить выявленное нарушение. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. В Рязани появился новый объект стрит-арта. На фасаде 11-й больницы появились танцующие журавли. Цель проекта вполне четкая – показать детям, что посещать больницу или поликлинику не страшно. Танец журавлей на рассвете у пруда – такая картина появилась на фасаде детского отделения 11-й больницы. Холст, он же фасад, выбирали около трех недель. Параллельно согласовывали эскиз. Вот это ощущение журавлей, танцующих в кувшинках на рассвете – это та ассоциация свободы, чистоты и рассвета во всех его смыслах. Поэтому мне хотелось это посвятить и одному человеку, и городу, и природе в целом. Потому что журавли, они у нас тоже обитают в Окском заповеднике, и кувшинки водяные лилии – это тоже такая заповедная история. То есть это, ну знаете, объединило сразу три смысла. Конечно, за время работы сам мурал изменился, однако не сильно. Слегка поправили пропорции, добавили кувшинок – всего лишь нюансы, но теперь рисунок смотрится. Работали фасадной краской и баллончиком. Последним – по минимуму. Применяли чаще для теней, а в остальном пришлось покорпеть. Журавлей сложнее всего, потому что вот эта мелкая детализация на кирпичах, которые тоже разбивают слегка всю композицию, вот с ней было сложнее всего, потому что они тоже тонкие, они тоже детализированные. Но в целом, мне кажется, получилось неплохо. Команда из семи человек, включая Александра, воплотила эскиз за пять дней. Пока творили, проходящие мимо люди оценивали ход работ, часто вслух. Почти всегда положительно, вспоминает Александр. Находились, конечно, и те, кто говорил, что лучше бы асфальт положили. Ну, это как водится. Впрочем, итоговый вариант наверняка оценили и критики. Это только первая работа из большого цикла федерального проекта. Это, ну, такая первая крупная работа, вообще в целом по муралам. И песочни, и спальними районами тоже надо заниматься. То есть это вот для людей здесь, в этом районе, это, ну, мне кажется, отличный такой объект, к которому они тоже могут прийти посмотреть, точка преображения. Я думаю, что это продолжится и не только в центре города. Возможно, и в области у нас тоже есть задумки. Лето только началось, говорит Александр, и параллельных проектов масса. Начиная от коммуникационных шкафов и заканчивая росписью отдельных частей города. Но пока Александр попросил сохранить в секрете. Мы сделаем из этого эксклюзив. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. 2 июня в православном мире празднует Вознесение Господне. Это подвижный двунадесятый праздник, совершаемый в сороковой день после Пасхи. В этот день вспоминается, как после Воскресения Иисус Христос привел своих учеников на Елеонскую гору и вознесся на небо. А также дал обещание о своем втором пришествии. Праздник Вознесения всегда выпадает на четверг. Это сороковой день после Пасхи. Священнослужители, облаченные в белые церковные одежды, в храмах совершают торжественную литургию. Звучат колокола, зачитывают Святое Писание, которое посвящено Вознесению Сына Божьего. Это очень важно в контексте нашего отношения с Богом, потому что мы говорим о том, что Бог пришел в этот мир и стал таким же человеком, как и мы, во всем подобном нам, кроме греха. То есть Он взял на себя человеческую плоть. Что это значит? Что Он умер в этой плоти, в человеческом теле. То есть то, чему мы подвержены все смерти, Он в этом теле воскрес. Но более того, Он это же человеческое тело вознес на небо, в тот духовный мир, который нам всем предназначен. И это значит, что мы способны тоже взойти на небо. Прекрасный белокаменный храм, который видно со всех сторон, Вознесенский, считается одним из самых древних в городе. У нас в городе и в области есть несколько храмов, посвященных празднику Вознесения Господня. В частности, один из них располагается в центре Рязани на пересечении улиц Подгорной и Вознесенской. И название улицы, собственно, идет от этого праздника и от храма, который на ней стоит. И, конечно, с праздником связано немало народных примет. Вознесение Господня в России приходилось на время созревания озимой ржи. Крестьяне верили, что правильные обряды способны повлиять на рост хлебов. В некоторых регионах России Вознесенской России приписывали особую целительную силу. А еще по народным приметам, с момента наступления Вознесения Господня начиналась стабильная теплая погода. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова